Я Валерка давно знаю, что он за производство душой болеет, сколько у него там было учеников, здесь он воспитывал, и он добрый, отдастичивает все. На Энгельском заводе металлоконструкции Валерий Амельченко знают все. Газорезчик по профессии, активист профсоюза, он помогает многим. О политике и не думал, но когда коллеги предложили ему поучаствовать в праймерис, не смог отказаться. Председатель областной федерации профсоюзов Михаил Ткаченко заверяет, когда стали искать человека, который сможет достойно представлять в Государственной Думе интересы трудовых коллективов, выбор сразу пал на Валерия Амельченко. И не ошиблись, по результатам предварительного голосования он уверенно вошел в десятку лидеров. Сегодня мы приехали к вам на предприятие сказать, что он вас не подвел, вы воспитали хорошего бригадира, вы воспитали честного, хорошего человека, который на все вопросы отвечал так, как он их видит, и этим самым заслужил уважение. На заводе незапланированный перерыв. Финалист праймерис общается с коллективом, рассказывает, в Государственной Думе намерен защищать интересы человека труда, знает, как можно решить многие проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются рабочие. Несчастный случай на производстве, не секрет для кого-то, еще может есть такие случаи, кто получил травму, его пишут, заставляют писать бытовая. А как вы все, кто знаете, с кем я разговариваю, я говорю, никогда не пишите бытовая, как есть производственная, потому что вы сами себе калечите. Профзаболевание, чтобы это работодатели несли такую же ответственность. Когда нам говорят о том, что рабочий не может быть в Государственной Думе, что интересы рабочего должен представлять кто-то, мы в профсоюзе всегда говорим, а зачем нам представлять интересы рабочего, когда он есть сам. Заводчане верят в своего кандидата, знают, он сможет обозначить перед руководством любые вопросы и добиться их решения. Ответственность и трудолюбие – его главные качества. Хочется также отметить активную жизненную позицию Валерия Викторовича, то есть это помощь своим коллегам, помощь в любой ситуации. Ему можно позвонить ночью, днем, неважно, когда он отреагирует, в любой момент может приехать, помочь словом, делом, деньгами, в крайнем случае, любым. Не говоря уже о работе Валерия Мельченко в профсоюзе, коллеги заверяют, по любому вопросу можно обратиться. Будь то устройство ребенка в детский сад или покупка дорогостоящих лекарств. Абсолютно весь цех идет к нему. Сам же будущий депутат в своем обращении к коллективу говорит о том, в чем видит залог успеха. Все зависит от нас с вами. Будем сидеть, ничего не будет у нас. Будем работать, значит будет у нас работать. Продолжение следует...